Тут мне хочется вспомнить Джордана Питерсона, о котором шла речь в начале ролика. Потому что у нее очень страшное аутоиммунное заболевание. Это она называется? Ну, это артрит, но все намного сложнее, чем может показаться. И он, и дочь избавились от всех проблем со здоровьем в мире на чистом мясе. И все ее симптомы начали пропадать один за другим. У нее было поражено 40 суставов. Ей пришлось заменять бедро и лодыжку, когда ей было 15 и 16 лет. Все ее аутоиммунные симптомы прошли. Все из них. У нее также была очень сильная депрессия. После ее депрессия прошла. Как и многие другие диеты. Диета плотоядных. Это система убеждений, а не научно обоснованная диета. Я перестал храпеть, что очень сильно облегчило жизнь Тэми. Просто перестал. Я стал просыпаться по утрам. У меня прошел псориаз. Я сильнее. Я быстрее плаваю. И у меня были плавающие пятна в правом глазу, и они тоже исчезли. Но все сторонники диеты плотоядных соблюдают ее по тем же самым причинам и верят в одни и те же вещи. Тогда она подумала, может, дело в хлебе? Поэтому сначала она исключила из рациона глютен и начала есть только курицу и брокколи. В случае корневор-диеты или веганской диеты идет отказ от всех продуктов, которые вне идеологического концепта. И энтузиасты считают, что такая диета будет полезна для любого и для всех. И полное излечение болезней. Все. Бороться с причинами. Все эти несчастные люди болеют из-за того, что они едят. Перейдя на растительное питание, перестают нуждаться в лекарствах. Одна диета улучшает работу всех систем организма. Почему все толстые и тупые? Есть какая-то проблема с тем, как мы едим. И проблема в том, как мне кажется, что мы едим слишком много углеводов. Это мое мнение. Сторонники любят демонизировать углеводы, глютен, зерновые, бобовые. Диета не изучена. Нет исследований, которые подтверждают все эти утверждения. Многие сторонники вообще считают, что в зерне и бобовых есть антипитательные вещества, и что фрукты и другие углеводы токсичны. Как у сыроедов, веганов есть демонизация молочки, мяса и всего остального. Это все один уровень. Простительная диета оказалась эффективнее всех лечебных процедур и даже хирургического вмешательства. Все прошло. Я ходил на прием к своему стоматологу как раз перед этим туром. Никакого воспаления. Я ничем не озабочен. У меня нет депрессии. Пропал псориаз. Сердечно-сосудистые заболевания уходят. Излечение, изменения, улучшение здоровья, исчезновение болезней. Один доктор вылечил диабет первой степени у пациента с помощью мясной диеты. Первой степени, даже не второй. Вот это впечатляет. Я без промедления резко перешла на цель на растительное питание, и спустя год рак исчез без следа. Точно такие же догмы от сторонников растительноядного питания. У меня легкость в голове. Результат был поразительный. Просто поразительный. А во-вторых, истории, вот как у Питерсона, таких магических изменений в научной среде, эти истории называются анекдотическими или case study. Это как веганы, которые избавились от рака, перейдя на растительноядное питание, а потом выясняется, что на самом деле раком они не болели, или были проблемы с диагностикой и так далее, и так далее. Получается, вы еще не делали анализ крови? Липидный профиль? Нет, я займусь этим, когда вернусь из тура. Пьете витамины? Нет, я ем говядину, соль и воду. Как человек, который изучает диеты уже много лет, я бы предположил, что вам нужны фитонутриенты. Я бы предположил, что вам нужны витамины. Витамин С, например. Выясняется, что если не есть углеводы, то вам и не нужен витамин С. Ха, кто бы мог подумать, как это вообще работает? Я точно не помню, не мне судить, а судить вам, как зрителям. Можно ли, имея такой авторитет и такое влияние, как у Питерсона, транслировать, хотя бы на своем примере, пользу сомнительной и даже опасной практики, даже в качестве личного примера? Я никому не рекомендую это пробовать, но так или иначе, много-много людей подходили ко мне во время этого тура и говорили, слушайте, я подписан на блог вашей дочери, я потерял 45 килограмм. Я вижу результат. Я знаю, что это как анекдот. Я все прекрасно понимаю. Я сам очень скептически к этому отношусь, но поэтому я и рассказываю то, что случилось со мной, что случилось с моей дочерью и с моей женой. Я не диетолог. Я буду говорить как непроинформированный гражданин. Рассказываю о позитивной стране, которая была получена за счет снижения калорийности, повышения количества белка в рационе и, конечно, внушаемости и ожидания. Ну тогда, что же заставило ее перейти от курицы и брокколи к только мясу? Ну, она продолжала экспериментировать и со временем стала очень чувствительна ко всем видам пищи. Иногда, когда она добавляла что-то новое, результат был разрушительным. После месяц могла отходить. Что-то не то съест и месяц отходит. Все симптомы возвращаются, депрессия возвращается. Она считает, что ее теория о диете была ошибкой, потому что эффект был недолгим и таким неоднозначным. У нас есть доступные в сети данные. Михаэла, дочка Питерсон, начинает чувствовать себя плохо, когда Михаэла съела немножечко перца на стейке. Три недели к ней вернулись симптомы. И потом, когда у нее развился артрит, если она ела апельсин, то сразу начинался жар. Хотя Михаэла может свободно пить бурбон и водку. Алкоголь – один из самых задокументированных токсичных веществ. Мы прекрасно знаем о его воздействии на тело. Удивительно, что Михаэла может его спокойно пить, а вот перец – проблема почти на месяц. В 2018 году было проведено исследование, которое показало, что просто знание, мысль, убеждение, что у добровольцев есть или отсутствует защитный ген от ожирения, изменило то, как добровольцы ели, изменило их потребление пищи. Так же, как сексуальное возбуждение формируется в мозгу, так же и желание потреблять конкретную пищу формируется у нас здесь, между ушами, а не только в животе. И иногда у меня была негативная реакция на еду. Когда я ел что-то, чего не стоило есть, понадобилось где-то полтора года, чтобы с этим разобраться. То, что когда мы были на этой диете и съели что-то, чего нельзя было есть, то реакция, следовавшая за этим, была абсолютной катастрофой. Когда речь идет о такой диете, важны не реальные свойства продукта, а то, что думает человек, который ест перец или уксус, о том, как продукт на него повлияет – это восприятие пищи. И психологический факт отсутствия этой пищи в рационе уже может быть терапией. Это нарушение пищевого поведения и страхи продуктов питания. Мне кажется, у меня была аллергия на… ну или не аллергия. В общем, у меня была реакция сжжения на сульфиты. Я выпил яблочного сидра, в котором были сульфиты. Было очень плохо. Мне было плохо целый месяц. Яблочный сидр с сульфитами. Что он с вами сделал? О, он породил во мне какое-то чувство обреченности. Я был очень подавлен. Я думаю, я бы не смог так дальше жить, если бы это продолжалось. Нервозы и расстройства, которые вызываются подобными диетами, значительно вреднее, чем болезни, которые они якобы излечивают. Что мы можем видеть на примере Питерсона и его дочки? Я не спал. В тот месяц я не спал 25 дней. Вообще. Что? Я не спал 25 дней. Как это вообще возможно? Я расскажу, как это возможно. Ты лежишь в кровати, застывший от какого-то ужаса в течение 8 часов, а затем встаешь. Господи Боже, от чертова сидра? Да, мы считаем, что из-за него. Соблюдение такой диеты, вероятно, потребует ограничений контроля и жесткости, которые могут привести к нарушению пищевого поведения и искаженному отношению к продуктам, которые не доказаны, что вредны. И последствия таких диет классические, как у сыроедов и веганов. Это социальная изоляция, нарушение отношений с едой, и там целый список есть. И все же Питерсон кое-что потерял. Удовольствие от совместного приема пищи. Друзья, всем привет. На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется Научный подход. Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании, там есть основное видео. И ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии. Это помогает развиваться каналу. И кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем. И специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больший процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!